Пам-пам! Привет, я Руслан Усачев и сегодня расскажу вам о самых интересных новостях и событиях, которые происходили в России и в мире за последнее время. Первым делом хочу поздравить вас с наступлением майских праздников. Солнце, тепло и короткие юбки все чаще можно будет встретить на улице. Так продлится примерно месяц, а потом все будут просто сидеть дома безвылазно, потому что там кондиционеры, а на улице испопеляющая жара. Короче, всех с прошедшим днем труда это отличный повод неделю не работать. К новостям! Пам-пам! Группа украинских инженеров и программистов запустила на кикстартере очень крутой проект. Умный чехол для айфона. В чем он умный? Он, во-первых, закрывает одно вкусное яблоко, это уже большой плюс. Во-вторых, он улавливает сигналы, которые поступают на ваш телефон и включает соответствующий индикатор. Допустим, что у вас входящий звонок или что пришло новое сообщение. При этом работает без всяких проводов, батареек, а на одной чистой магии. Ну или на электромагнитном излучении, как кому больше нравится. Создатели заявили, что на реализацию проекта им нужно всего 50 тысяч долларов. И они собрали эту сумму меньше, чем за день. То есть дополнительных денег им хватит не только на то, чтобы выпустить чехлы, но и неплохо повеселиться. Так что я их поздравляю с этим. Но лично мне хотелось бы увидеть некоторые дополнительные функции в этом чехле. Во-первых, возможность включить полную иллюминацию всего чехла, когда я потерял свой телефон и мне нужно его как-то найти. Еще была бы очень полезна функция, если бы чехол предупреждал, что вконтакте пришло сообщение от человека, который мне не очень нравится, которому не хочется отвечать. Поэтому лучше держаться подальше от телефона, а то он увидит, что я онлайн. Пам-пам. Вы группу Viagra любите? Ну вот, все их таланты, достоинства и качества. То есть можете мне отвечать, я знаю, что да. Все их любят, по крайней мере, один из составов. Я как-то подсчитал, там порядка двух десятков женщин в разное время участвовали. Лично вот мой любимый состав. Лично я этот состав называю лавка с арбузами. Так вот, после ссоры продюсеров существует два состава Viagra, и одним из них руководит, как бы, тру-продюсер, самый клевый Константин Меладзе, который даже организовал специальное телешоу, в котором набирал новых участниц. Но с тех пор Меладзе не сидит на месте, и он заявил о своих планах создать новое реалити-шоу, в котором будет собирать новую группу, только это будет бойс-бенд. Константин Меладзе так прямо и говорит, что он хочет себе мужскую Viagra. Знаете, я уже вижу, как в России, на Украине, в Казахстане, в Белоруссии выстраиваются длинные очереди стариков, которые понимают, что Viagra это их последний шанс. Потом на троих самых таких отборных, старых, разваливающихся, натягивают нижнее белье и выпускают танцевать под очередной народный хит. Не знаю. Мне почему-то кажется, что миру не хватает бойс-бенда из стариков. Но я думаю, Константин Меладзе смотрит на перспективу. Он возьмет мужскую Viagra, женскую Viagra, соединит их, и через какое-то время на свет появится то, чего все так долго ждали. Детская Viagra. Но сколько бы участниц не менялось в группах, сколько бы новых коллективов не создавал Константин Меладзе, и я хочу сказать, что Анна Седокова One Love. Пам-пам. Новость ретро-игровая. В славные времена, когда я был подписан на журнал Игромания, я там читал статью об эпичном крахе игровой индустрии в начале 80-х годов. Тогда по мотивам фильма Инопланетянин выпустили игру на Atari 2600. Это то, что было до всяких PlayStation'ов и Dendy. И знаете, в каком-то плане 80-е не сильно отличаются от современности, потому что игра по Инопланетянину была дичайшим, забагованным, гнилым калом, как все игры по фильмам. В каком-то смысле она была настолько плохой, что, наверное, и стала родоначальником этого жанра плохих игр по фильмам. Только тогда действовало правило, что если игра вам не понравилась, вы можете вернуть ее в магазин за полную стоимость. И это вылилось в дичайшую ситуацию. На волне популярности фильма напечатали огромное количество картриджей, их все продали, а потом их в одночасье вернули. Это были колоссальные убытки для Atari, это был удар по имиджу всей игровой индустрии и по большому счету на пару лет погрузило их в кому. Но главный вопрос, что сделали с теми проклятыми картриджами, которые вернули покупатели. Есть легенда, что Atari просто свезла миллионы картриджей куда-то в Нью-Мехико и выкинула их на свалку, похоронила их там. И знаете что? Это правда. На днях рабочие реально раскопали большие залежи этих картриджей с инопланетянным, то есть скорее всего это то самое захоронение из 80-х годов. Мне кажется, что теперь в традициях какого-нибудь фильма ужасов эти раскопанные древние картриджи должны еще раз захватить все приставки и уничтожить их опять. Это были все новости на сегодня. С вами был Руслан Усачев, большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока! Кстати, спонсор сегодняшнего выпуска интернет-магазин SkinOn.ru. Там вы сможете найти чехлы и виниловые наклейки практически на любой гаджет. Всякие смартфоны, планшеты, ноутбуки, даже игровые консоли. Для подписчиков моего канала SkinOn дает скидку в 10% по промокоду, который можно найти под видео рядом с ссылкой на магазин. Скоро все страницы с посещаемостью более 3000 человек в день внесут в специальный реестр и будут за ними пристально следить.